Очередная наша посиделка, третий тайм в нашем баре. На этот раз гостем является капитан команды клуба Торпета Москва Артём Мадилов. Артём, правдный комментарий на игре сегодня. Ну вообще, в ходе сезона пока. Кто и как складывается? Ну игра была два раза в тайм. Первый, и несмотря на то, что по году, мне кажется, не очень плохо сыграли. Очень плохо. Ну второй, как ни странно, по прохладе стало, но мы в те реагните отдали инициативу и могли поплатить. Счастье. Все обошлось. Ну сезон, так же можно сказать, что неровно проходит. Кто чередуем игры удачные, в плане качества игры не очень. Ну в любом случае, главный результат, последние игры его дают. Нет, нет паники, но надо работать так же, продолжать стремиться, улучшать игры. Так, с кем-ками биться будете? Биться будем, обязательно. Серьёзно? Да, очень серьезно. Время обещали? Да, время обещали. А что вы про них уже знаете? Разбирали? Нет, мы пока ещё не просматривали, не разбирали, нет никакой информации. Ну, последние шута дослеживаем, проиграли они, сколько игр. Поэтому, ну, в любом случае, будет новый день, будет новая игра, время на каждом. Поэтому, сейчас нет смысла, бывает, о том, в каком они состоянии. Вот ещё такой вопрос. Тяжело, наверное, физически сейчас в команде. Всё-таки, сегодня Фаулс на пресс-конференции сказал, что за два месяца провели 15 игр. И вот именно такой ротации, какой ты состава, мы не наблюдаем. Вот ты сыграл все игры, наверное, да? Да. Ну, в принципе, можно сказать, что вся футбольная судьба у футболистов так и проходит. И что жалуются? Лучше играть, чем тренироваться. Тяжело, но терпимо. Лучше играть и выигрывать. Вы понимаете, что добиваться от результата тяжело. Вы же отдохнем в отпуске. Можно вопрос? Значит, я предыдущему вашему коллеге задавал вопрос, что будет всегда разрыв, либо атака, либо и нападение. А сегодня просто видно, можно сказать, разрыв между первой линией и подбором. Опять то же самое. То есть вы получаетесь так, что вы не работаете на этих процессах. Вы не работаете на этих процессах. Лимитарная ошибка. Ну, мастера спорта пустые ворота должны забивать. Вам, смотри, не стыдно? То есть вы как бы на тренировку, на тренировку хоть отрабатываете этот вопрос. Понимаете, чем дело? Ну, мы же приходим болеть. И не только критиковать, а понимаете, чем дело? Мы с вами практически на поле. Понимаете, чем дело? Ну, не стыдно болеть. Понимаете, чем дело? Ну, пустые ворота. Пустые ворота. Пустые ворота. Пустые ворота. Ну, какое время было? Пустые ворота. Передайте по выстрому. И... Мастера. И стекло. Стекло. Мастера, и стекло. 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 Да, но сейчас... Ну, вы как-то новое ворота. Индивидуально начинаете работать много. Почему до сих пор разрыв, лотан, нападение нет? Нет торопа. Мы с вами не совсем согласились, что это не меняется ситуация именно в этом планете. Мы работаем, разговариваем над этим. И я считаю, что последние игры, последние три игры, ну и сегодня первый тайм были показательны в этом отношении. Нет, первый тайм, да. Во втором тайме, да, согласен, пошли разрывы, но все-таки далась. И, знаете, и усталость, и погода, но я согласен, что нужно быть в боли, если готов, чтобы такого и не было. Нет, и концентраты должны быть, понимаете? Ну, вот, ну, что такое, представляете? Это и ворота, и есть. Нет, я сейчас про пустые ворота говорю. А про пустые ворота, это уже случай технично отзнащенность на два ворота, ни в чему более. Ну, и теперь еще второй вопрос. А здесь можно второй вопрос? Нет, нет, нет. И второй вопрос, конечно. Конечно, я уже и Максиму, наверное, сказал, что все-таки всегда торпеда была губками команды, понимаете, что делать. И с химками это, 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 это практически экзамен, субэкзамен для команды торпеда, вот на, на... На следующий сезон. Да, совершенно, совершенно правильно. Понимаете, мы не сомневаемся, что команда будет в первую очередь. Да, 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 да. В этом, в этом деле. Но, но, и вас мастерство, и, и самое главное, что вот вам торпеда, значит, в игре с химками мы должны это увидеть. Понимаете? Вот у вас какой-то... Вот такой, что у вас, мы хотим показать себя наравне с, ну, химки неплохой в первой лиге, хотим показать хорошую достойную игру, качество, и... Тоже это для нас своеобразный экзамен, как мы будем играть в следующую игру. Правильно, я исполнился. Вот именно экзамен, понимаете, чем делать? Да, да, но настрой будет предельный, точный, и... Придем валяйте за, да? Обязательно. Да. Поздравляйте, хватит времени, чтобы остановились. Да, но я думаю, что у вас обадится, и у нас, знаете, при этом было, я думаю, проблем не было. Готовы будем на сопротивление. В Липецке тяжело будет, там крозы, аристарты, там... Ну, Липецк будет после химок, там звали. Можно проиграть лучше, бабаки, конечно. Еще какие-нибудь вопросы? Артем, твой гол губки на последней минуте, это домашняя заготовка или экспромт? Экспромт, вместо воды. Ну, хорошо, два гол губки на последней минуте. Пять. Еще какие-то вопросы есть? Есть вопросы, есть пожелания. Все-таки, да... Больше концентрации, больше внимания. И уже больше вопросов. А вы сами понимаете, то есть, Марк Торбер, Медлеев, Молкуль. Я согласен. Вы понимаете? Да. Поэтому... И самое главное, что... Это не ваш уровень. Любая ваша победа, это... Это... Московская команда. Понимаете? Ну, я вам говорю, что... Могу сказать, что спустя рукава никто не играет. Вы же видите, что... Бьются, выберутся все, обрабатывают. Ну, да, не получается, но это футбол. Ну, не может забить с игры, это проблема, но... Моменты создаются. Придет реализация, придут голы. Нет. Нет. Только не... Я с вами согласен. Не только тренер, но и тренер. Вы должны понимать. Но если не получилась игра... Так, ну, лучше. Значит, от одной тактической сделки приходите, от другой. Понимаете? Нужны варианты. То есть... Нужна... Нужна мобильность СПГ. Понимаете, что делать? Не случилось. Отошли. Ушли, как... Как бразильцы начали. Понимаете? Начали поддавливать. Ну, а... Есть так... Маскарик, который можно сжать и обыграть. Есть так... Маскарик, который прибавляет, тоже можно сжать и обыграть. Понимаете, что делать? Ну, пустые ворота, надо убивать. Вот. Я думаю, вы можете закончить. Я думаю, на эти вопросы есть все-таки главный тренер команды. Мы ведь не есть, что делать. Так что... Спасибо вам за вопросы. Спасибо вам. Спасибо всем. Вашу поддержку.